Через час-двадцать мы выехали тремя группами отряда быстрого реагирования Харьковской областной организации. Три группы, одиннадцать человек на трёх машинах, два психолога, все остальные с навыками первой до врачебной помощи. Тренеры, инструкторы, члены отряда, сотрудники областной организации. Первый день по приезду мы скоординировались с администрацией районной, со всеми службами, которые принимали и принимают участие в ликвидации этих последствий. И начали работать, оказывая в первую очередь психологическую помощь. Затем принимали участие вторая группа в перемещении людей. Это в части эвакуации тех, кто не мог передвигаться самостоятельно в силу возраста, инвалидности. То есть мы привозили и передавали на скорую помощь в самой Балаклеи из близлежащих населённых пунктов в соответствии со списками, формировавшимися всеми структурами, принимающими участие в ликвидации. Поэтому перевозили на нашем транспорте этих людей и передавали в скорую помощь. И третья группа закупила продукты питания около двух тонн. Это было около 18 часов первого дня. И передали их в населённый пункт, в котором дальше администрация местная уже по необходимости распределила их сразу же по местам пребывания, временному пребыванию людей. И вечером уже первого дня мы ещё раз проехали те населённые пункты, в которых были люди в школах, в клубах и так далее, которые остались на ночлег. Мы промониторили картину всю, насколько наших ресурсов хватало. Как будто давление померили с кем-то, пообщались с кем-то. Беременная девочка была, ну и так далее. Вот в таком ключе. Это первый день. На второй день у нас произошла ротация. Некоторые приехали наши другие члены отряда из Харькова. Присоединилась группа из национального общества Красного Креста. Мы с пострадавшими в результате взрыва не работали, поскольку мы их не видели. Мы работали с теми людьми, о которых я рассказал в течение двух дней. Присоединилась группа из национального общества Красного Креста.